А под Донецком, Попасной и Мариуполем противник не прекращает обстрелы. По сообщениям штаба АТО, в целом насчитали 40 обстрелов за прошедшие сутки. Наиболее сложная ситуация в районе Авдеевки и Попасной. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Артиллерия калибра 152 мм, тяжелые минометы и мощные пушки рапира. За последние сутки боевики вновь активизировались в районе Авдеевки. Они лупят пристрелившего и переважившего с беспилотником. Они корректируются и бьют именно по таких точках, которые им нужно. Всего за минувшие сутки бои в Авдеевке продолжались более 10 часов. По украинским позициям боевики выпустили более 120 мин и полсотни танковых снарядов. Только после 19 часов обстрелы прекратились. Относительная затихия продолжается до сих пор. Чего точно не стоит ждать от российских наемников, говорят военные. Так это отвода тяжелого вооружения. Оно должно было состояться в понедельник. Боевики продолжают держать запрещенное оружие недалеко от линии разграничения. Но, несмотря на появление новых наемников на позициях, не меняется тактика боевиков. Диверсионная группа выдвигается. Бывает, вагоны просильно открывают. Провокируют, что мы отдали им витязь, но вагоны открываем в крайнем случае за командой командира подразделя. Самое хорошее в том, что открывается вагон из населенных пунктов, куда в сирую зону заходят боевики. И, соответственно, под выглядом, под прикрытем местного населения, они открывают вагон по нас. Единичные провокации боевиков не прекращаются, но в целом ситуация несколько стабилизировалась по всей линии фронта. Геннадий Вивденко, Ярослав Кречко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Новости, телеканал Интер. 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 Продолжение следует...